Вика спрашивает, Алёша, стали ли Вы счастливее после Евровидения? Чему больше отдаёте предпочтения семье или работе? Ну, всё, всё, всё. Счастливее стало. Предпочтений... Я, честно говоря, немножко разделяю эти понятия, потому что работа и семья. Семья — это то, с чем у меня вообще с самого рождения. Те люди, которые холили, леяли меня, воспитывали во мне всё то, что теперь стало, то, что теперь стало. То, что сейчас я имею, то, что я здесь. Я даже не знаю, какой ниточкой связать эти понятия. То есть я не могу разделить их, что важнее. Конечно, если, не дай бог, с кем-то что-то случится, то я брошу все концерты и поеду туда-туда, где будет находиться близкий человек, то, что связано с семьёй. Ну, я не знаю, это максимум, что можно ответить на этот вопрос. Здесь просто ощущение, которое, наверное, не для предоснования. Кис, Влад, как ты относишься к тому, что некоторые твои поклонники пишут всякие нехорошие вещи в интернете про близких друзей, мужчин Наташи Могилевской? И то же самое они пишут и про Настю Гордиенко. Воспитательную работу с ним я пробовала проводить по этому вопросу. Ой, я отличный воспитатель. Ты что, работал воспитателем в садике? Думаю, что. Скобочка. Надеюсь. Во мне умер действительно, наверное, в какой-то степени учитель младших классов. И моя вторая профессия могла быть преподавателем в школе или в институте. Но, к сожалению, воспитать взрослых людей очень тяжело. И объяснить им, что сплетни, слухи делают их беднее в духовке. Как Вы вообще относитесь к сплетням в интернете? Как-то реагируете на них? Или просто пропускаете мимо Вашей? Сплетни, да, и сплетни пускай себе будут. Пускай себе будут. Мы не можем повлиять на их присутствие или отсутствие. Это такая, скажем так, субстанция, которая способна самоформироваться и саморасформироваться. Тогда, когда ей это нужно. Инна, такой вопрос. Ссоритесь ли Вы когда-нибудь, например, в студии на записи или во время интервью? Ссоритесь сейчас. Ну, нет, есть во время записи какие-то, возможно, разногласия. Так, чтобы ссора... Ну, у каждого понятие ссора свое. Там, не знаю, какой-то грозный взгляд в сторону. Кто-то может посчитать ссорой, уже все, побили горшки. А для некоторых, там, должны дойти, как минимум, до драки. Вот. Но я могу сказать, что с Дарвином ничего пока такого не было. Слава Богу, я надеюсь, и не будет. И Вы хотите, чтобы мы поссорились? Не дождетесь. Еще один вопрос от Инны. Как бы Вы могли охарактеризовать друг друга? Это длинная история. А я знаю, как я могу. А я? Как телевизор, а землю, а ну. Да, ну, давай. И я привык, что... Это Вы это написали, да? Я просто сказал, и Вы так дуры-ду. Я привык людей рассматривать не просто сквозь призму каких-то материальных ценностей. Я пытаюсь на них посмотреть таким своим внутренним сканером ауры. У Алены это аура белая-белая-белая, чистая. Вот там чуть-чуть в правом верхнем углу. Там такое, какое-то маленькое-силенькое пятнышко. Это, наверное, вредные привычки. Алена? Я могу охарактеризовать Влада как человека не из мира сего. С мыслями, с мышлением космическим немножечко, не таким, как у всех. Такой, свой мир, который не похож на мир обычных людей. Он очень чувственный, иногда странный. Вот. Нужно на его волну настроиться, чтобы понять его. Чистый, добрый человек. Так, в целом, по-земному. Вот Влад сказал о темном-сером пятнышке, вредные привычки. А это что? Простите. Извините, Ален, прости, пожалуйста. Да, он там что-то, краской своей. Я честно, я очень переживаю за Алену, за Алену Горлс. Я просто знаю, что очень многие великие певицы... Что такое? Простите. Мне подарили кальян на день ночи. Очень вкусненький. Что здесь такого? Вот, ну, Алена им не делится. Вот мы и узнали. А, вот оно что, Михалочка. Далее, далее, далее. Таня Жеребчикова. Вы поете эту песню на украинском языке. А как в жизни относитесь к этому языку? Говорите на нем. Ну, в общем-то, я уже ответил. Да, печали. Влад, будешь ли ты дальше сотрудничать с Алешей? И что тебя вдохновляет на написание новых песен? Обязательно буду сотрудничать, хотя после последнего вопроса, наверное, уже переготела. И я буду стараться пронести через всю жизнь наше совместное творчество. А если ты будешь жить 150 лет? Вот, не буду носить 150 лет. Так, Инна, приветики. У меня к вам три вопроса. Влад, ты говорил, что готовишь несколько проектов с украинскими артистами. С какими именно, когда это можно будет увидеть? И что за проект с Алешей вы готовите? Ну вот, собственно говоря, с Алешей не проект. С Алешей... Это песня. Уже к песне привязываются и фотосессии, и клипы, и совместные концерты, и выступления. А про других артистов что-нибудь? А про других артистов я пока ничего не скажу, рано говорить о том. Но это будет, конечно, не дуэт. Я работаю так же, как артист в качестве саунд-продюсера, в качестве автора, в качестве творческого консультанта. Ну, не разумеется слово «консультант». Ну, а как его заменить по-другому? Я не знаю. Ну, действительно, очень многие артисты звонят и советуются, что им делать. Ну, что-то какой ты консультант. Ну, вот такой вот консультант. Консультант? Личный психолог. Верни-минчики. Будет ли у вас совместное концерт, выступление? Ну, пока у вас, я понимаю, одна песня только, да? Ну, почему-то у нас уже два было выступления. Два. На этой неделе, завтра у нас еще одно выступление в дворце Октябрьской. Мы вместе выступаем на день города Славска. То, о чем я говорила. Вы спрашивать будете ли вы в Днепропетровске? А как вы не планируете, наши... Днепропетровске, мы знаем, недавно там была со своими выступлениями. Я тоже там недавно была, тоже со своими выступлениями. Но если Днепропетровск захочет нас пригласить, то это сделаем. В крайнем случае мы сами. Сделай это, Днепропетровск. Мерлин, привет, Алеша и Влад. Замечательно, о песне и клип, надеюсь, будет не хуже. Снимайте уже побыстрее, сколько можно ждать. Уже сняли, уже 20. Еще один вопрос к Алеше. Это правда, что пишут в интернете про тебя и Тараса Тополю? Если правда, то зачем скрывать? Вы хорошая пара. И любви, любви вам. Спасибо вам тоже, любви, но я пока не дошла до этой грани, чтобы комментировать личную жизнь. Ну, в общем, я не комментирую. Не комментирую. Тут вспышки фотокамеры. Не комментирую. Пипу. Молодые люди, не обижайтесь, но среди вас, вас троих, а мне понравилась больше песня. Проникновенная, искренняя, чудовая. Среди чего? Среди вас троих имеется в виду и двое, и песня. А. Вы же ее исполняете, как брат сестру, искренний какой нет, и актеры вы не очень. С удовольствием послушала бы ее в исполнении одного Влада. Тогда что могу вам посоветовать? Ну что, я могу посоветовать. Запиши сольный, пой. Я думаю, вы услышите эту песню как в моем сольном исполнении, так и в сольном исполнении Алены. А по поводу брата и сестры, так это, наверное, самый большой компонент. Потому что нет роднее людей, чем люди одной крови. А мы люди одной творческой крови. Ну, возможно, когда они видят клип, что-то изменится по мнению читателя. Это, знаете, любая песня, которая написана, записана с чувством, она не может ощутиться всеми людьми, потому что в данный момент, когда они ее слушают, они находятся в своей ситуации, в которой, возможно, не присутствует какие-то возможности ощутить это. То есть ему нужно побывать в такой же ситуации. Или, чтобы у близкого человека такая ситуация произошла. То есть он должен понимать то, что поется в песне, ощущать это внутри себя. Вот тогда его заверят. Если у человека ничего такого нет, и он не может ассоциировать ни одно слово из этой песни, ни с чем, из того, что произошло с ним, то понятно, что он будет слушать другую песню о том, что у него произошло. Вот так. Я еще.